друзья всем привет на связи павел медианцев вы на канале про рыбалку и сегодня у нас будет обзор четырехтактного лодочного мотора mercury 5 сил четырехтактный мотор я хотел уже довольно давно и приобрел я его не случайно то есть это как бы результат многочисленных просмотров различных обзоров это результат прочтения различных форумов и в общем то в итоге я все проанализировал и пришел к выводу что все таки да это четырехтактный и все таки да это не скажем так особо мощный мотор почему то есть каждый момент связанный с плюсами по поводу покупки данного мотора они не спонтанны обоснованы скажу сразу что современный рынок лодочных моторов он немножко ну скажем так неоднозначный да есть определенные бренды в частности это естественно yamaha это у нас mercury это у нас стахацу и это suzuki то есть ну как бы вот это основные бренды кто-то будет там и спорить будет говорить о джонсонах то есть об американцах да конечно вы правы но к сожалению мы живем в россии или к счастью да и у нас как-то вот больше мотор из перечисленных брендов которые я только что назвал да хотелось yamaha до рассматривал suzuki но к сожалению так получается сейчас что собственно говоря японское производство у этих двух брендов не наблюдается то есть suzuki делается если я не ошибаюсь в китае ямаха собирается в малайзии ну в принципе хорошо это или плохо я не знаю потому что собственно я не имел опыта личного опыта общение с этими моторами но как бы очень многие говорят о том что все-таки надо брать и c и ценится да это именно производства японии так вот когда я на садоводе увидел шильду на моторе с надписью made in japan и когда я увидел размер я попробовал его навес да и так давайте начнем открывать вот эту огромную и довольно тяжелую коробку гол написано mercury м е 5 м аж 4 с да и еще какая-то тупо аберратора я не знаю написано не для продажи в соединенных штатах и канаде ассамблея япония и собственно говоря кучу всяких предупреждалок на коробке что нельзя с делать вот здесь перечисляется так ну и собственно говоря большего мы ничего здесь не видим ну что давайте давайте наконец-то заглянем туда скажу сразу что мотор естественно я смотрел естественно мы его проверяли то есть я не 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 сторонник того чтобы приобретать какую-то вещь не увидев что она работает не как бы посмотрев ее поэтому скажу сразу что данную коробочку я уже залазил на ну ладно неважно главное что вы в нее еще не залазили и вот сейчас вы как раз наблюдаете тот самый момент счастливый который который мечтает каждый в этом моторник это открыть новый мотор и так упакован как видите пенопласт упаковка довольно таки такая основательная скажем так вот то есть толстый такой пенопласт ну и собственно вуаля вот он мы уже и сразу наблюдаем mercury черное исполнение черный цвет такой приятный что скажу по поводу данного мотора ну во первых вообще что скажу насчет вот этих мощностей то есть 4 5 и 6 сил я обращал внимание и смотрел моторы именно suzuki то есть я как бы изначально расположен блок suzuki вот и видел я их все четыре мотора и скажу что они все одного типа размера то же самое что и 15 9 и 9 вот единственная разница у них в чем это карбюратор и грибной винт в инструкции все параметры то есть вот 4 5 и 6 сил у них все абсолютно одинаковое диаметр цилиндра ход поршня все одинаково абсолютно разница только вот в чем я вам сказал карбюратор и грибной винт почему значит потом я начал склоняться к ямахи почему что что способствовало тому что я ему как бы ушел от ямахи ну это тот факт что у ямахи выход не осуществляется через винт у mercury ну вообще когда мы говорим о mercury можно говорить и от ахату потому что это собственно говоря ну фактически одно и то же там причем я покупал официального дилера и он сказал что да там 9 и 9 по моему или до 15 то есть это все идентично это все одинаково вот вот что меня сподвигло как бы к все-таки мерку это то что у него выхлоп осуществляется через винт хорошо это конечно это хорошо потому что здесь во первых это более хороший пуск и здесь формируется разрежение воздушное да и в итоге в вентиляция цилиндра осуществляется нам происходит более более хорошо и более быстро дальше дальше что здесь лежит то что не должно здесь лежать это лежит здесь масло значит масло я купил рекомендованная то есть это quicksilver видите до 4 строк то есть это для 4 так на двигатель 10 в 30 и quicksilver это масло 80 в 90 это трансмиссионное масло которое который заливается в редуктор то есть когда вообще когда мы говорим о 4 так нам двигатели то однозначно это мокрый картер да то есть у нас льется чистый бензин и в отличие от 2 так но где бензин мешается с маслом и собственно масло с бензином вместе осуществляет смазку то 4 так на двигатель его смазку осуществляет то масло которое залит у нас в карте то есть ну грубо говоря это та же самая наша нож наш автомобиль наша машина на которую мы ездим то есть соответственно нужно обслуживать до нужно менять периодически масло в данной модели фильтра масляного нет не знаю плохо это или хорошо но я думаю что если вовремя менять масло то ничего страшного не будет даже учитывая то что нет у нас масляного фильтра дальше значит здесь у нас винт установлен алюминиевый вот в принципе можно его поменять и на другой на стальной но опять-таки ничего не знаю потому что все буду смотреть на воде все буду буду рассказывать вам показывать вам и соответственно делать какие-то уже выводы так масло мы залили посмотрим посмотрим значит литровая бутылка в итоге у нас нету год четыреста пятьдесят миллилитров где-то объем у нас картер то есть мы залили картер то что мы пускали его дамы залили масло и еще то есть а после обкатки у меня на смену осталось то есть в принципе вот этой бутылки да вот этой банки хватает на две замены масла вот то есть ну здорово это да это конечно здорово завод говорит о том что поставляется мотор с сухим картером но с заправленным редуктором я думаю что надо будет проверить то есть мы вот у нас пробка идет кстати верхняя пробка это вот нижняя пробка залив и слив масла считается через нижнюю пробку до чего верхняя пробка нужна для того чтобы дать подачу воздуха ну в общем покажу мы естественно все проверим потому как ну доверяй на проверяй да говорят это правильно так ну что что есть в комплекте ножек понятно да он не идет в комплекте комплекте у нас есть у нас есть значит вот такая штука я не знаю что это такое буду разбираться не знаю что это такое правда у нас идет веревка которая используется для старта если вдруг что-то со стартером включает у нас комплекте идет встреча это должно быть инжека да это инжека юбка я думал короткая юбка у нас по моему нормального размера идет какой-то какая-то шпилька идет запасная значит идет у нас макулатура до мануал это инструкция по пользованию так идет у нас какой-то zip давайте посмотрим что это за zip что вообще здесь есть так ну здесь дофига чего есть посмотрим значит это какое это значит у нас комплект вот он для замены проверки свечей это у нас еще какой-то идет ключик до торцевого такого формата двухсторонний идут у нас пассатижики такие портативные и отверточка отверточка перевертыш да отлично поставляется вот таком чехольчики на ощупь это что-то такое резиновое в принципе я не думаю что будет какие-то усилия прикладываться то есть трение там и прочее к этому чехольчику потому что он лежит да лежит и дай бог чтобы вообще в него не залазить и ничего как бы им не крутить значит по поводу откручивания вот этих болтов в комплекте я думал что-то будет но не знаю попробуем конечно отверткой но я не уверен что получится так и и и что еще и больше ничего то есть видите да мотор не очень большой а коробка огромная и в общем-то очень много пенопласта то есть это это хорошо почему потому что ну как бы меньше вероятность того что он повредится до того момента когда попадет вам в руки так zip мы убираем также в сторону и теперь давайте попробуем его извлечь и я вам скажу по ощущениям что это за масса берем аккуратненько тут у него есть такая удобная ручка вау классно и соответственно теперь мы его можем вот таким образом поставить так коробка нам не нужна что мы видим мы видим довольно компактный и я вам скажу не очень тяжелый мотор по ощущениям по массе он примерно такой же как и мой мотор двухтактный восьмисильный значит вот такая вот у него очень хорошая подрезиненная ручка которая румпелем называется значит у него есть чека понятно да у него есть вот что очень мне понравилось то что у него есть разъем стандартный ямаховский для того чтобы при необходимости подключить внешний бак если мы соберемся идти далеко до это раз и второе здесь встроенный бак на 1 и 1 литр значит у нас есть вот такая вот такой стартер ручной до стартер ручной только ручной то есть здесь нет возможности установки электронного стартера румпель у нас и с регулировкой усилия то есть что для того чтобы можно было отрегулировать усилие допустим идти на газу и соответственно просто подруливать а не держать ручку от того чтобы она не уходила обратно я смотрю что значит ну во первых смазка везде да очень здорово то есть заводская смазка идет у нас тросик здесь то есть румпель управляет карбюратором заслонкой через тросик что в общем то здорово то есть можно в любом положении даже стоя допустим то есть вот к верху можно будет спокойно управлять я вижу что ручка подрезинена то есть вибрация не будет передаваться дальше дальше что мы видим мы видим ручку включения передач то есть это у нас здесь у нас есть три три положения это передняя нейтраль и задняя передача что очень здорово дальше ну стандартная до стандартные винты для крепления к трансу так есть у нас тут опять-таки прикрепленная на японском языке видите то есть вот тут ну есть английский но вот японский присутствует у нас идет какое-то здесь предупреждение здесь есть лампочка лампочка аварийное давление масло то есть если у нас что-то происходит она загорается нужно немедленно заглушить двигатель двигатель и этот двигатель на нем установлен карбюратор имеется у нас подсос ручка подсоса так дальше дальше у нас имеется ручка вот здесь ручка для того чтобы изменять угол наклона да то есть ну в частности забегая вперед скажу что у него есть режим хождения по мелководству который можно устанавливать за счет различного угла наклона двигателя а также есть режим при котором можно его просто приподнять он защелкнется и будет как бы ну быстрый такой переход в режим мелководии плюс ко всему двигатель поднимается и можно его в поднятом положении можно как бы рыбачить и в общем-то перевозить лодку и там и прочее в чем минус данного мотора сразу говорю вот видите да есть такая наклейка то есть это у нас вверх да то есть данный двигатель допускается транспортировать и хранить либо же вертикальном положении как я его сейчас держу либо же на румпеле то есть другие положения и и в инструкции это написано то есть положение на этом боку на этой стороне на этой стороне как бы не допускаются ну не знаю не знаю посмотрим потому что в принципе мотор подниматься будет подниматься и будет находиться вот в таком положении я не знаю посмотрим будет вытекание масла или не будет ну что давайте откроем и заглянем к нему под капот и посмотрим что же там мы с вами обнаружим значит там мы обнаружим следующее ну во первых во первых мы с вами видим бак там залито немножко бензина почему потому что мы его как я уже говорил запускали и проверяли немножко неудобно так тут есть у нас наклеечка которая говорит что четырехтактный двигатель показывает здесь 450 миллилитров масло у нас заливается в двигатель то есть это предупреждение что надо залить и показано здесь температурный режим в котором допускается чтобы он находился 10 в 30 это масло в общем это предупреждающая табличка да бак как я уже говорил 1 на 1 литр что в общем то по обзорам людям хватает на 8-10 километров значит это заливная у нас заливная горловинка она же имеет щуп до щуп имеет у нас две метки это это нижняя и верхняя full full значит что полный нижняя значит добавить масло масло должно быть ну скажем так между ну в среднем положении либо же в верхнем но не как бы не выше и вот масло уже залит как я говорил но залито ну естественно сейчас мы его повесим на транец и соответственно проверим посмотрим дальше что мы видим значит вот у нас карбюратор так здесь у нас опять-таки система привода тросика все это у нас промазано все это отлично дальше мы видим свечу вот она установлена сейчас то есть двигатель у нас 1 цилиндровый ну и честно говоря не очень это хорошо что он 1 цилиндровый потому что 2 цилиндровый двигатель конечно же дает более стабильную работу потому что есть противоход какой-то да так дальше ну ничего что делать 1 цилиндровый зато будет пушить мало дальше смотрим значит нижний кожух нижний кожух двигателя выполнен и из металла то есть это не пластик это я так понимаю что-то типа дюраль а что очень здорово дальше что у нас есть у нас есть краник есть краник у него два положения это открыть и закрыть то есть очень здорово то есть мы можем перекрывать бензин дальше я вижу вот там топливный фильтр есть у нас установлен ну и в общем-то из интересного под капотом больше как бы особо ничего и нет вот но единственная вот это вот клапанная крышка и при обслуживании здесь надо будет регулировать клапана но по крайней проверить зазор но до этого дойдем естественно будем я буду изучать этот мотор и соответственно вместе со мной я надеюсь что и вы будете изучать его так же если будете смотреть видео мои видео на канале про рыбалку давайте его установим туда где он должен быть то бишь вот на этот транец выкрутим болты выкрутим наши струбцину нашу да и давайте аккуратненько и спеша его навесим смотрим да ребят супер я когда ставил трансовые колеса думал о том не будет ли вот эта часть касаться земли нет не будет то есть вести его можно вот в таком вертикальном опущенном положении супер по поводу высоты интерцептор у нас ну сейчас я так сделаю чтоб вам было видно ну вот видно да то есть интерцептор у нас получается на где-то 3 сантиметра может быть ну да где-то на 3 сантиметра интерцептор у нас получается выше нежели антиковитационная плита в принципе в идеале антиковитационная плита должна быть в уровне то есть должна быть вот так то есть мотор надо будет поднимать для обкатки в принципе это допускается для обкатки но потом для того чтобы лодка набирала максимальную скорости при данной мощности мотора конечно надо будет его поднять так а вот давайте посмотрим позволит ли нам поднять его да да поднять его можно будет в принципе спокойно и нормально в принципе его можно и сразу поднять подложив что-то ну ладно давайте будем двигаться последовательно и для момента сейчас давайте займемся проверим уровни масла и займемся все-таки уже выдвинемся наконец-то на водоем и займемся обкаткой данного двигателя по поводу обкатки расскажу подробно она описана в инструкции поэтому в принципе я думаю что проблем не будет так посмотрим так ну естественно у нас везде смазка учитывая то что это он был в пенопластовой упаковке естественно кое-где есть шарики пенопласта но они легко снимаются так значит смотрим где болты болты у нас вот они так ну ладно давайте начнем с масла так кстати нужно его зафиксировать да давайте его и зафиксировать во-первых надо его выровнять по центру да и закрутим закрутим его все отлично так дальше ну что как я уже говорил все поставил затянул все круто все классно дальше дальше значит это усилие поворота да давайте сразу сделаем полегче полегче усилия так дальше давайте посмотрим масло открутим значит масло необходимо проверять строго вертикальном положении двигателя ну это понятно да так протираем но вообще как бы масло по нижнюю метку я не знаю насколько это здорово но думаю что то маслице, наверное, мы подольем. Так, единственное, насколько вертикально он стоит. Ну, я не думаю. Так, ну можно еще приподнять немножко морду ей лодки. Так, ну вот, пожалуй, вертикальное положение. Проверяем еще раз. Не знаю, куда делось масло, но когда мы заливали, оно было по верхнюю метку. Сейчас, вот как видно, оно почему-то по нижнюю метку. Вообще, мне сказали как. Заливаешь масло, пробуя щупом, не закручивая. Заливаешь по нижнюю метку. И когда ты закрутишь, то как раз в аккурат масло будет по верхнюю метку. Ну вот я проверяю, смотрю. Что-то как-то мне не очень нравится уровень масла. Так, давайте-ка чуть-чуть его подольем. Потому что в состоянии обкатки, конечно, это довольно существенно. Так, чуть-чуть подлили. Подождем буквально. Немного, чтобы оно туда стекло. Смотрим. Так, ну да. Вот, не знаю, видно вам или нет. Вот по нижнюю метку. Теперь, когда мы закрутим пробку, да, и открутим ее снова. У нас масло будет по верхнюю метку. Вот это отчетливо видно. Все, отлично. Значит, картер двигателя у нас маслом заправлен. И теперь, хоть завод и утверждает, что картер заправлен маслом с завода, ну, честно сказать, не очень я люблю доверять. Я больше люблю проверять. Поэтому давайте назад поставим чехол. Кстати, чехол сделан из пластика. Что, в принципе, ну, я думаю, что нормально. Главное, что низ сделан из металла. Одеваем чехол. Честно, я еще его ни разу не одевал. Поэтому не совсем понимаю, как это делается. А, вот здесь есть такая штучка. Понятно. Так. Да, довольно легко все одевается. Поправили уплотнитель для завода. Так, единственное, вот мне что не нравится, вот эта штука. она как-то развернулась. То есть, она должна быть, я так понимаю, уплотнитель вот этот для бака должен быть параллельно мотору. Смотрим. Да, в принципе, все нормально. Застегиваем. Ну, как-то вот так. Как видите, ну, вообще, давайте уже посмотрим на эстетику, да. Эстетически очень гармонично он сюда вписывается. То есть, вот лодка, да, лодка 345, на шильде лодки указана допустимая мощность мотора 15 лошадиных сил. Но я вам скажу, что, в принципе, пятисильный мотор, да, пятисильная Mercury, ну, в принципе, довольно неплохо сюда вписывается и довольно неплохо смотрится. Итак, давайте посмотрим, разберемся с маслом в картере. Значит, ну, да, не очень удобно здесь крутиться, конечно, но никуда не денешься. Значит, что написано по инструкции? По инструкции написано, что, ну, во-первых, видите, да, тут такая специальная система, то есть, как видите, тюбик имеет такой носик. То есть, как происходит заправка? Мы с вами сливаем, дальше мы вставляем носик и начинаем давить на наш тюбик. И давим до тех пор, пока из верхнего, из верхней пробки, которая открученная должна быть, в открученном состоянии, у нас не начнет выделяться масло. Как только начинает выделяться масло, мы перестаем давить на тюбик, закручиваем верхнюю пробку, она прекращает доступ к кислороду, соответственно, у нас создаются такие условия, что, когда мы вытащим носик тюбика, масло у нас отсюда вытекать не будет, и после этого мы закручиваем нижнюю пробку. Ну, во-первых, давайте пойдем уже простым вариантом, да, то есть, попробуем обычной вот отверткой, коротышом попробуем что-то здесь открутить. То есть, ну, простенько и быстренько, да, смотрим, нифига, простенько, быстренько не получается, хорошо. Значит, из того, что у меня здесь есть, самая мощная вот эта отверточка. Ну, давайте попробуем. Давайте попробуем. так, опа, да, есть, сорвал. В принципе, в принципе, закручено было не очень сильно, то есть, ну, скажем так, думаю, что надо будет стараться не сорвать резьбу. тюбик у нас, носик у нас имеет такой, он запаян, да, то есть, чтобы к маслу попасть, я так понимаю, нам надо срезать здесь, так срезал, но, видимо, не очень хорошо срезал. так, еще, 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 да, все, вот добрался, все, готово. Так, все, масло у нас открыто, вот оно у нас, так, по густоте, но я вам скажу, оно жиже, более, скажем так, жидкое, нежели обычное трансмиссионное масло, которое используется в автомобилях. Ну, как бы этот момент надо учитывать. Я, наверное, прям займу такой классическую позу такого механика. Так, теперь, давайте попробуем, ну, для начала, да, для начала попробуем отвернуть нижнюю пробку. Так, пробуем ее отвернуть. Так, оп, есть. Ну, нижняя была посильнее закручена. все, готово, да? Значит, теперь что, отворачиваем нижнюю пробку, по идее, масло у нас течь не должно, но все-таки, на всякий случай, я думаю, что стоит уже приготовить, вот таким образом, приготовить нашу, наш тюбик, откручиваем и вставляем носик, получилось, там буквально чуть-чуть масло выделилось. Теперь поджимаем тюбик и откручиваем верхнюю пробку. Открутили верхнюю пробку и начинал, да, да, я чуть-чуть надавил и сразу пошло масло. Итак, теперь я потихоньку надавливаю, совсем потихонечку, надавливаю медленно. Чего-то как-то, знаете, тюбик давится. А, вот оно, потекло. Вот оно. Все, теперь удерживаем тюбик в нажатом состоянии и закручиваем верхнюю пробку. Даже можно немножко на тюбик, я немножко поджимаю на него рукой. Закручиваем так, чтобы не было движения воздуха. И теперь я думаю, что резким движением вставляем сюда нижнюю пробку и ее закручиваем. Ну, что могу сказать? Друзья, ничего я не могу сказать. Почему? Потому что чуть-чуть надавил, видели, да, масло как будто стрельнуло, да? Но потом я начал медленно давить. Ну, очень жидкое масло, похоже на моторное. Серьезно. Вот, начал я давить, 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 давить и в итоге такое ощущение, что масло я туда реально добавил. Вот, я не знаю, может быть, это мое ощущение, но с другой стороны, будем знать наверняка, когда, когда пройдем обкатку и будем менять здесь масло в редукторе. И вот тогда мы посмотрим, по идее, вот этой вот, значит, сколько здесь ее? 237 миллилитров. По идее, вот этой вот штуки, вот этого тюбика должно хватать на замену масла. посмотрим, чего у нас и как будет. Так, дальше, дальше. Закручиваем все и затягиваем, ну, примерно с таким же усилием, с каким было затянуто. Вот так. Так, есть. И теперь верхнюю пробочку проверяем. Есть. Все, друзья, готово, да, то есть, в принципе, проверили масло в редукторе и залили масло в картер. Все. На этом этапе работа с двигателем можно считать, что закончена и теперь следующий момент, это у нас будет обкатка. Упс, друзья, сорян, забыл вам показать, ну, просто уже душа рвется на воду, вот забыл вам показать режимы, как поднимается, в общем-то, мотор и как он фиксируется. Как раз сейчас это будет очень хорошо видно, наглядно, потому что лодка не в воде. Значит, вот смотрите, устанавливаю нейтральное положение, пробую, двигатель не поднимается. Я уже этот момент как бы почитал и говорят, что именно вот на Тахатсу Меркури такая фишка. Подъем осуществляется только при включенной первой передаче. Удобно это или нет, я не знаю. Но давайте попробуем. Воткнул первую передачу. Так, момент. что такое? Что-то я... А, просто надо сильнее. Сильнее надо. Вот я вам говорил, первый режим, да, вот это быстрый режим мелководья. Плюс ко всему, что говорит производитель, что если мы ну, прохлопали грядку, по-русски говоря, да, и попадаем на мелководный участок, то у нас двигатель по, значит, по Дейдвуду происходит у нас как бы толчок, приподнимается и он сам фиксируется в этом положении. То есть это вот мелководный режим без задействования шплинта и установки вручную угла наклона мотора, да, это первый режим. Ну вот так это смотрится со стороны, сейчас покажу с Гоупружки. вот и теперь самый кайфовый на мой взгляд режим, это режим когда мы мотор поднимаем еще выше, да, то есть у нас получается вот такой совсем прям большой подъем видно, да, что прям ну совсем конкретно он почти горизонтально. Вот вопрос у меня какой будет ли вытекать масло если мы будем длительное время мотор у нас будет находиться в таком положении я не знаю либо же его нужно поворачивать вот так при таком повороте смотрите при таком повороте надпись а, вверх, вверх значит получается вот, вот при таком повороте у нас получается что как бы ну почти правильное положение которое рекомендуется заводом не знаю посмотрим все что будет происходить буду вам рассказывать показывать но теперь уже точно давайте на воду вперед вперед гоу я что я не знаю Продолжение следует...